Приветствую вас, автор вопросов пишет обо том, что в последнее время отношения с мужем стали ужасными, он грубит, оскорбляет и обвиняет во всём автора вопросом. После очередного такого раза, значит, он обвинил на грубе и дошёл к друзьям, у автора было время успокоиться всё обдумать. Были мысли действительно уйти, но она решила всё высказать, постараться поговорить с ним. Вот. Значит, и выяснилось, что муж её ненавидит. Вот. И, соответственно, по этой причине он так себя, в общем-то, с ней ведёт. Ну, со своей женой. После чего, по словам автора вопроса, значит, обива у неё это какое-либо желание что-то делать. Ну, вот. Для мужа. То есть, делать теперь она ничего не хочет. И спрашивает, как быть ей теперь. Я думаю, что очень многое зависит от того, что вы делаете с тем, что знаете, что ваш муж вас... ненавидит. Интересно, что вам не захотелось спросить. Ну, за что он вас ненавидит? Вот. Потому что... на ревном месте. Ревны... ревность... ненависть, точнее. На ревном месте ненависть не возникает. И... Сначала нужно выяснить, что породило... у человека... у человека... такую ненависть... ну, такую ненависть... как мне кажется. А дальше уже... решить... что вы... хотите... с этим делать. Вот. Дальше решить... что вы можете с этим делать. потому что... пока что... вы центрируетесь... только на... своей боли... ну, вот... капер у вас есть... и... кроме неё, вы больше... ничего не замечаете. Не то, что бы вы и должны... но для... полнатой картины было бы неплохо... с этим разобраться. Вот. Ну, а дальше... я думаю, вы... можете... решить... в какую... сторону вам двигаться и... что делать. мне показалось лично, что... вы в муже... эээ... в своём... чересюр... эээ... растворены... эээ... мне показалось, что... он... чересюр... вы... ну... ну... зависимы... от него... вот... такая история. на этом всё... я надеюсь, что помог вам... эээ... желаю вам всего самого... доброго... удачи... обращайтесь... за... помощью... как... с... мою...